Хотелось бы узнать побольше насчет вакансий. О вакансиях Георгий Горенов хочет знать все. С стипендий медакадемии расходов не покрывает. В идеале хотел бы устроиться банковским служащим. Раньше в Новгороде им и работал. После переезда в Благовещенск поступил на медбрата. Но устроиться по профилю на третьем курсе нельзя. А медик его еще не закончил. Хотелось бы устроиться санитаром поближе к общежитию, где я живу. Но, к сожалению, не представляется возможным. Знаете, сейчас самое популярное это банки. Банки везде свою рекламу распространяют и тому подобное. Хотелось бы как раз таки в банк. В итоге соискатель заполнил несколько анкет. Они дело не последнее. Начальник фирмы по производству паркета Руслан Попов работников ищет по опроснику. Оценивает заполнение и почерк. Первое, если он заполнил анкету на 50-80%, понятно уже отношение его к работе. Этому человеку, если там почерк, вообще непонятно, что он написал. Тоже, наверное, мало вероятно, потому что больше по заполнению анкеты. В этот раз 7 предприятий предложили 30 вакансий. Еще сотню подготовил Центр Выбор. Устроиться можно кондитером, электриком, кассиром, менеджером и многими другими. Если не ждать всего и сразу. Люди, наверное, хотят быстрой и сразу большой зарплаты. Очень много подходят, спрашивают условия работы и, возможно, разочаровываются. Но начинать нужно с чего-то, конечно. И начальный старт с менеджера по продаж достаточно хороший. Многие соискатели так и считают. Одна ярмарка вакансий находит работу для 30-40 человек. В год их проходит 4. Следующие проведут в марте. Сергей Иванов, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».